Открытый чемпионат Британии И жестко штрафуют такие необычные суда, как наши А во-вторых, английские асы прекрасно знают местную акваторию С ее своеобразными течениями и капризными ветрами Но гонки проходят в средний ветер А это конек нашего катамарана Тем более, что в такую погоду очень много решает правильно выбранная тактика гонок Лучше идти свободнее, увались те, как говорят, не ввязываясь в дуэли с местными асами Вот так, одного сна ветра, другого с под ветра Мы обходим наших соперников на участке лавировки Это наш оператор Валера Зиберев Опытный парусник запутался в буях, отмечающих дистанцию И не встретил нас у поворотного знака А мы-то вот они Уже идем по путным курсам под спинакером Если бы вы знали, как трудно идти первыми по незнакомой дистанции Где этот буй принц-консорт, который нужно обогнуть правым бортом А где выставлен Бембридж Что зюйдвествия северного форта По рации нам судьи объяснили, на обычном месте Но тем не менее, уже после первого круга Виден приличный отрыв от главного соперника Если дистанция на каждой гонке меняется То финишная линия неизменна Она неизменна уже более ста лет И там, где она утыкается в берег Успели построить королевский яхт-клуб Royal Corinthian Yacht Club Три гонки подряд нам дали И по возрастающей Первую гонку мы были третьими Вторую гонку вторые И третью гонку абсолютно первыми Видите, пустая марина, никого нет Юрий Асташев, неоднократный призер, чемпион И России, и Союза, и по буйрному спорту Во многих яхтенных классах Мы пригласили его специально в наш экипаж Чтобы он хорошенько испытал эту яхту В таких вот ответственных соревнованиях Юр, ну как тебе катамаран? Каждый день он бежит все быстрее, быстрее Это точно Порт Салент Это в какой-то степени образцово-показательная марина Дорогостоящие яхты Но не видно мер безопасности На самом деле они очень простые и эффективные Вот карточка Вот ворота, которые я должен открыть, чтобы попасть на берег Но без этой карточки я этого сделать не могу Я ее вставляю вот сюда И теперь совершенно свободно открываются эти ворота Без этой карточки их открыть невозможно Поэтому при входе в гавань Начальник гавани выдает каждому члену экипажа Вот такой намагниченный пластик Несмотря на то, что на каждой яхте есть свое удобство Душ, туалет, ну все ходят вот сюда И пользуются той же самой карточкой Мы входим и можем увидеть все удобства, которые предоставляет эта марина Одна из традиций старушки Англии Это отсутствие обычного, всем нам привычного смесителя У раковины Вот предлагаются такие два крана Один с горячей водой С крутым таким кипятком Другой с холодной водой И вот как-то маневрируя между этих двух струй Нужно мыться, бриться И чистить зубы Традиция, конечно, вещь хорошая Ну все-таки хотелось бы, ну хотя бы в сантехнике, что ли, как-то отказаться от этого викторианства И что-ли попроще-то, попривычнее нам В душе в воду дозирует тот же аппарат, что и пиво Чтобы получить порцию пинту теплого пива Ай, воды, нужно нажать вот эту кнопочку Все, кончилось Обычно в парусный спорт приходят в детстве Но что же делать людям, которые хотят заняться яхтингом в зрелом возрасте Купить яхту, отправиться на ней в плавание Им приходится снова садиться за школьную парту Каких много в Марине Сансею Мы сейчас находимся на борту одной из таких школьных парт Решили пройти такой курс молодого бойца Но для начала нужно соблюсти все правила безопасности на яхте и пристегнуться Давайте это сделаем И так же быстро отстегнемся, потому что учеба начинается на берегу За обыкновенной партой Конечно, в школе преподают только азы мудреного парусного искусства Устройство яхты, рангоут, экилаш, навигацию, судовождение, радиодело, метеорологию А через два месяца самое долгожданное Практические занятия на яхте Первый выход в море Вот море-то и устраивает главный экзамен яхтсменам Мы успешно сдали очередной ответственный экзамен Ведь в гонках все проверяется Судно, паруса, работа экипажа, рулевых, тактика По английской традиции за победу дарят всякие питейные принадлежности А еще англичане подарили нам под краспицу новый гостевой флаг И тем самым как бы пригласили на гонки следующего сезона Мы поддержали добрые английские традиции И выставили на чемпионате Британии свой кубок Лучший английской яхте в нашем классе Выиграл его катамаран Хэсти Леди Финишировавший сразу за нами АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Лукингемский дворец Трафальгардская площадь Биг Бен Собор Святого Павла Тауэр Это обычная визитка Лондона В телевизионных репортажах Но мы-то пришли с моря И нам Лондон открылся Из-за поворота Темзы А поднимались мы к нему из дельты Почти сутки Когда сюда пришли древние римляне Это было бесперспективное для строительства города Болотистое, комарийное место Наверное, такое же, как острова в Устье Невы Но судоходная река Сделала этот город величайшей торговой столицей Со временем Большие парусные корабли Уже не могли подняться по реке И разгружались в дельте на Темзенские баржи Даже в чифте города Река дважды в день течет вспять Сюда добегает морской прилив С ним-то и поднимался К докам и складам Лондона Знаменитый Темзенский флот Петлей пусть отдаст Окей В центре Лондона, в Сити, деловом сердце Англии В бывших доках Сан-Катарин Расположилась большая яхтенная стоянка Здания старых складов Переоборудованы под офисы и отели А барки, с палуб которых Сгружали товары в эти склады Теперь обслуживают бизнес-встречи и пати Некоторые заядлые яхтсмены Вообще живут здесь, на своих яхтах Сошел на берег и в трех шагах Станции метро Тауэр-Хилл-Стейшн На москвичам такое деловое сотрудничество Бизнеса и яхтинга, конечно, видеть странно Трудно представить себе, например, где-нибудь у Кремля В районе Большого Каменного моста Вот такой вот яхт-клуб Но вот почему в Санкт-Петербурге нет ничего подобного Это как-то непонятно Как мы рассказывали в одной из предыдущих передач В Королевском яхт-клубе Плимати Нам обещали, что после нашего посещения Появятся надписи на русском языке Добро пожаловать, например Эта надпись появилась не только в Плимати, но и в других клубах Вот, например, в лондонском яхт-клубе В истории парусного флота есть своя вершина Это великие гонки чайных клейперов из Китая в Лондон В них счастливо соединились коммерция, спорт и подлинное парусное искусство За первую тонну привезенного чая экипаж получал приз Но это была мелочь по сравнению со ставками в букмекерских конторах Лондона На победу Фермопил или Ариэля Золотого облака или Сэра Ланцелота Но не было клипера изящней, быстрее и знаменитей, чем Катти Сарк Этой ведьмы короткой рубашкой Рулевое устройство Катти Сарк Очень большое внимание уделялось и надежности этого рулевого устройства И удобству работы с ним Рулевой мог рулить отсюда Отсюда, вот компас Очень легко читаемый То есть, как парусник, я говорю, что это очень удобное место И все-таки, несмотря на то, что рулевому устройству уделялось так много внимания Дважды в Индийском океане Клипер терял руль Просто его штормовой волной сносило Мастера-парусники рулили только парусами Это большое искусство И благодаря ему даже после двух аварий Катти Сарк прошла от Китая до Лондона за 122 дня Отстав от Фермопил всего на трое суток После вахты офицер спускался в одну из этих кают Или мастер-капитан Или он шел вот сюда вот на камбус Чтобы немножко подкрепиться после тяжелой вахты А чаще всего в штурмовую погоду он валился вот в одну из этих коек Чтобы хотя бы немножко поспать Вахты менялись через 4 часа Значит, 4 часа у него было сна Дальше 4 часа под вахта И опять он поднимался на палубу Чайные клеппера были одними из последних коммерческих парусников На грузовых линиях они вступили в борьбу с пароходами И первое, что ставилось им в вину, это огромный экипаж Экипаж начали уменьшать И рекордом для этого трехмачтового клипера был экипаж в 22 человека Чтобы просто поставить все паруса А это почти полгектара парусины Нужно было работать целые сутки Плавание превращалось в сплошной парусный обрал Ковид-компания клеппера Катисар Помещение небольшое Но отделанное не с, так сказать, без шика Но с большим вкусом Дорогими породами дерева Трудно себе представить, как экипаж чувствовал себя в этой ковид-компании В течение 100 дней плавания в ревущих 40-х широтах Где высота волны достигает 10-12 метров Но предельно хорошо использован этот объем помещения Все трансформируется Вот этот обеденный стол превращается в штурманский стол Для работы с картами в штормовую погоду Вот так вот наклоняются спинки лавок Чтобы можно было сидеть или туда лицом, или туда лицом Естественно, вот эти приспособления для хранения посуды во время качки Здесь есть даже камин Уютный такой, теплый камин Но им пользовались только во время стоянок Потому что открытый огонь на деревянном паруснике Это самое большое зло Пожаров больше всего боялись капитаны чайных клиперов Почему такое маленькое помещение? Да потому что все остальное пространство клипера Катисарк Было заполнено чаем Носовые украшения парусников Собраны в трюме Катисарк по обеим бортам Тут около сотни фигур И большинство из них не судов, которые стояли в порту И потом, кстати, ослужили свой срок И эти носовые украшения сняли с них Таких случаев, наверное, 2-3 Остальные фигуры сняты с разбившихся у берегов Великобритании судов В основном, конечно, это женские фигуры Так же, как и на Катисарк Встречаются и мужские в таком обычном, партикулярном платье И для нас, воспринимающих очень романтично период парусный Кажется странным, когда человек одет в смокинг И прикреплен к носу корабля Для нас это кажется очень странным А тогда, наверное, это было нормально Это указатель достатка бизнеса тех времен Традиции в Англии уже громоздятся одна на другую На нулевом меридиане, кстати, сами провели Стоит Гриндическая обсерватория В полдень с ее шпиля падает красный шар Это падение дублируется выстрелом из сигнальной пушки Катисарк Морская история Великобритании Воспитание подрастающего поколения будущих моряков Мы собирались много и долго рассказывать вам об этом в нашей передаче А потом решили просто показать вам вот это здание Этот зал в Royal Naval College в Гринвиче Зал, столовая военно-морского училища Где будущие офицеры военно-морских сил Великобритании Завтракают, обедают и ужинают Это не музей Это обычное рабочее помещение Традиции в Лондоне живут Но вырос новый хрустальный сити Изменился и Темзинский флот На смену тяжелым грузовым баркам пришли новые парусники Вот эти океанские борзые Самые совершенные дорогие спортивные снаряды на планете Нам открыли главные ворота Англии Tower Bridge Наш прощальный салют Королевской яхте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok